Существует просто огромное количество самых разных криповых противников в играх. Но сегодня мы поговорим не просто о страшных противниках, а о врагах, которых вы даже не должны были видеть. Так иногда случается. Разработчики добавляют каких-то врагов, в итоге они становятся ненужными или не вписываются в сеттинг, и игроделы просто забывают их вырезать. Но самые любопытные геймеры находят их и показывают миру. Всем привет, меня зовут Никитун, и сегодня я вам расскажу о самых страшных противниках, которых мы не должны были найти. После спонсора начинаем. Tech Wars Global Conflict позволит каждому игроку опробовать на полях сражений суровых боевых роботов. Здесь тебя ждет зубодробительный экшен и яркие спецэффекты, а также большой простор для тактических маневров. Выбирай себе робота с уникальным вооружением и приемами среди множества классов. Прокачивай и кастомизируй его по вкусу, а потом задавай жару вражеской технике. А скачав игру Tech Wars Global Conflict по ссылке в описании, можно сразу получить два укомплектованных роботов класса штурмовик. Странный чувак из Супер Марио Саншайн. Если вы смотрели мое прошлое видео про безумные вещи за картой, то наверняка помните эту штуку за картой в Супер Марио Саншайн. Так вот, как оказалось, это другой неиспользованный враг Гумба из другой игры под названием Пикмин. И что более примечательно, никто из врагов этой игры не похож на врагов из Марио. Но так или иначе, не все враги веселые в веселом Супер Марио. Один из игроков хакнул игру и получил немного неожиданный результат. Вы можете себе представить эту штуку как обычного врага из игры? Я думаю, не очень. Если вы заспреите верхушку его головы, то появится вот это. Но он хотя бы не такой ужасный, как прежние его формы. Арвинг из Legend of Zelda Ocarina of Time В Ocarina of Time, используя GameShark, игрок может загрузить игру вместе с неожиданным противником, которого раньше не было в игре. Он ни на что не похож и вообще является... Стоп, это же Арвинг. Космолет из Старфокса. И что, блин, он здесь вообще забыл? Некоторые игроки обнаружили, что его анимация полета очень схожа с анимацией босса Valvegy, который появляется позже в игре. Что заставило многих игроков поверить в то, что Арвинг это просто моделька для тестов анимации полета битвы с боссом. Но все равно это не отменяет того, что он обладает собственным видом атаки. Лазерами, которые дамажат Линка. Valvegy вообще не имел подобных атак. Следовательно, тестировать это вообще не нужно было. И тут скорее вопрос к самим разработчикам. Зачем и почему? Ветряк-убийца из Perfect Dark На четвертом уровне в Perfect Dark два наемника наставят на вас оружие. Но, к счастью, у них слабо развита реакция. И поэтому вы с легкостью заходите к ним в спину, забираете оружие и убиваете всех оставшихся противников. Кроме одного, которого вы пропустили. Это довольно малоизвестная для множества игроков Perfect Dark история. Если игрок использует эксплойт и заберется наверх поближе к лопастям этого ветряка, то неожиданно его начнут атаковать. А точнее, его начнет атаковать сам ветряк. Есть некоторые предположения, что это просто какая-то рофельная пасхал, какое любят в своих играх студии Arrayer. Но если вы используете внутриигровой предмет под названием детектор угроз на этом ветряке, то устройство распознает в нем некий автоган. В игре автоганом называют этот автономный пулемет. И каким-то образом этим пулеметом стала турбина ветряка. Финальный босс из Bloodborne. Dataminer Zully the Witch ввел параметр, который вы сейчас видите на экране, для этого объекта, и его телепортировала в недосягаемую для обычных игроков зону игры. Это оказался какой-то недоделанный данж. Если вы подойдете к этой двери, то увидите какие-то ужасающие щупальца. Или что это вообще? Этой штукой оказалась удаленная финальная форма последнего босса игры. И это, пожалуй, одна из самых жутких штук, которые мне довелось увидеть. Если вы победите этого босса, то сможете пройти в локацию под названием Знак вопроса, Плейснейм, Знак вопроса. Ну да, в принципе, обычное название. Вы сможете пройти через эту арку, подняться по невидимым ступеням, и там, наверное, что-то может быть, да? Но, как оказалось, там нифига нет. Вы просто проваливаетесь вниз и умираете. Интересно, что именно разработчики пытались сделать, и что вообще не дошло до финальной версии игры. Дами из Final Fantasy VIII. В Final Fantasy VIII есть враг, которого можно найти внутри некоторых тестовых схваток. Если вы заберетесь в файлы игры с помощью GameShark, появится вот этот смехотворный чувак по имени Дами. Дами – это моделька, которую использовали для тестовых целей. Он выглядит нелепо, но в то же время крипово. Почти во всех версиях у Дами нет никакого описания, но почему-то в итальянской версии игры оно есть. Если попытаться его перевести, то получится что-то вроде... Этот перевод просто убивает меня. Почти два часа ночи. Я устал. Я устал. И здесь, скорее всего, какой-то переводчик решил запрятать свое негодование внутри игры. Джаггернаут из Halo 2. На карте High Charity Мотро нашли интересного врага, все еще вписанного в код игры. Он может появиться, только если вы замените на него обычных врагов. И да, выглядит он, конечно, отвратительно. Вообще, он известен как потопный Джаггернаут. Уже очень долго в комьюнити Halo бытует мнение, что его вырезали из игры, потому что он был слишком уж сильным. Так или иначе, художник Роберт Маклис объяснил его отсутствие в игре тем, что он слишком влиял на баланс общего восприятия искусственного интеллекта в Halo 2. Как выразился Маклис, Джаггернаут был слишком умен для противника. Он слишком быстро разбирался с игроком, и его трудно было убить. Что, конечно же, приводило к негативным отзывам. Тем не менее, Джаггернаут все-таки появился во вселенной позже, но под другим именем. Мерзость. И мне кажется, это имя ему больше подходит. ELH.SPZ в Luigi's Mansion. Так же, как из Halo, игроки хакнули игру и нашли некое создание, которое имеет название одноименное с его файлом. ELH.SPZ. К сожалению, его моделька вообще не имеет текстуры. И вообще непонятно, что это, кто это, и что оно вообще забыло в этой игре. Но зато дает огромный полигон для фантазии и каких-то размышлений. Мне кажется, факт того, что у него вовсе нет текстуры, лишь подчеркивает его криповость. Гальжира из Fallout New Vegas. Введя в консоли команду, которую вы видите сейчас на экране, перед вами появится просто огромнейших размеров существо, которое вы не найдете где-то еще в игре. В то время как его ID именуется Гальжира, игра распознает его только как обычного геккона. Гальжира, по факту, это самый сильнейший противник в игре. У него 400 дамага и 8000 хп. Это значит, что он выиграет в любой схватке с любым существом в игре. Так как Гальжира явно выходит за рамки игрового баланса, следовательно, к Bethesda возник вопрос. А что он вообще делает в игре? В одном из интервью один из аниматоров сказал, что добавил его только для того, чтобы в Нью-Вегасе хоть что-то было ужасающее и наводящее страх и панику. Вот такая вот странная история. Мистер Френдли из Half-Life. Half-Life и так имеет не очень притягательных врагов, которые так и хотят запрыгнуть на ваше лицо. Но, мне кажется, приплюнуть крипового мистера Френдли не удалось никому. Один из главных программистов первого Half-Life, Кен Бёрдвелл, как-то рассказал историю об этом существе. У Кена в детстве был друг, брат которого любил рисовать. Кен раньше очень любил его рисунки и попросил его сделать несколько набросков возможных монстров. И он позже принес несколько слишком уж сексуально ориентированных скетчей, среди которых был и мистер с деталью похожий на пенис. Кен был слегка шокирован увиденным, но Гейб Ньюэлл одобрил концепты, по крайней мере самого мистера Френдли. Мистер Френдли своим поведением должен был побуждать скрытую гомофобию и тем самым пугать целевую аудиторию. Но учитывая, что в анимациях его модели нет ничего такого, эту идею вероятнее всего решили отбросить по многим причинам. Включая то, что игра могла бы получить очень высокий возрастной рейтинг. Учитывая еще то, что изначально игра была нацелена на 12-летнюю аудиторию. И если бы я все-таки увидел эту тварь в конечной версии игры, я бы сильно офигел. Данг Битл из Мазер 3. Мазер 3 это долгожданный сиквел ко второй части, европейская версия которой называется Earthbound. Эта игра прошла 12 лет разработки и была выпущена на 4 консоли, включая Nintendo 64. Через эмулятор модеры нашли вообще уникальную штуку, а именно рандомную битву, которая является по сути самой уникальной в игре. В этой схватке врагом выступает некий Данг Битл, но Данг Битлом по факту он не является. На самом деле это измененная версия Клауса, близнеца главного героя Лукаса. Кстати, на протяжении всей битвы играет довольно криповенькая музыка. Этот враг имеет около 12 форм, и все они называются тем, чем по сути не являются. Во время всей битвы на экране происходит какая-то лютая дичь, никак не подающаяся логике. И на самом деле вся эта история с этой битвой это огромнейшая черная дыра для фантазирования и придумывания фанатских теорий. Самая известная теория гласит, что все эти анимации это часть темной концовки, которую позже выпилили из игры. Если вам понравилось это видео, то дайте мне знать, поставив под ним палец вверх. Также не забывайте про подписку на канал, если вы вдруг еще не подписаны. А пока я не выпустил новое видео, можете чекнуть пару других моих видео, а вось понравится. Спасибо, что досмотрели до конца, меня звали Никитун, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok